Ныне сольная певица, а в прошлом солистка группы «Серебро» Елена Темникова отмечает сегодня свой 36-й день рождения. Давайте узнаем важные вехи ее биографии и посмотрим на ее фотографии, чтобы познакомиться с ней ближе. 1. Родилась Елена 18 апреля 1985 года в Кургане. Есть старшая сестра, папа работал водителем, а мам на хлебокомбинате. И музыкой Темникова начала заниматься в детстве, хотя быть певицей не мечтала. Большим ее желанием было стать учителем математики. Лена хорошо училась в школе и занимала призовые места на песенных конкурсах. 2. В начале 2003 года 17-летняя Лена приехала из Омска, где тогда уже дила их семья в Москву, посмотреть вузы и выбрать тот, куда будет поступать. А увидев объявление о кастинге на фабрику «Звезд-2», решила попробовать. Так она оказалась на проекте, успешно его прошла и стала работать под руководством продюсера Максима Фадеева. 3. Фадеев в 2006 году создал группу «Серебро», куда и пригласил солировать Темникову. Там ее популярность еще сильнее выросла, в частности благодаря участию в «Ивровидении» 2007, в котором они заняли третье место. Ушла из группы Лена, даже не дождавшись окончания действия контракта, в 2014 году. И не только из группы, но и вовсе прекратила сотрудничество с Фадеевым. До сих пор она отзывается о нем плохо и говорит, что никогда больше не хотела бы работать с этим человеком. 5. Позже Темникова открыла свой продюсерский центр и стала не только работать самостоятельно, но и помогать продвигаться другим молодым музыкантам из регионов. Но в итоге проект прекратил существование, потому что по словам Елены, она слишком добрый и мягкий человек, чтобы быть продюсером. Уйдя от Фадеева, Лена и вовсе прекратила петь. Но сделав перерыв в работе, она смогла заняться личной жизнью, вышла замуж за бизнесмена в сфере и технологии Дмитрия Сергеева и родила дочь Сашу в 6 лет, и уже после этих событий почувствовала желание вернуться на сцену. Неоднократно Темникова входила в списки самых сексуальных женщин России, а также снималась для мужских журналов. И о своем аккаунте Инстаграм певица периодически выставляет фото в купальнике. Ей действительно есть чем похвастаться. 8. Первым мужем артистки был также участник фабрики «Звезд 2» Алексей Семенов. Официально они были женаты 6 лет, но фактически жили вместе лишь первых два года. После развода какое-то время Елена встречалась с известным дрессировщиком Эдгаром Запашным, а также с братом Максима Фадеева, Артемом. Но позже призналась в интервью, что ее романы были лишь пиар-ходами для подогрева интереса к ее персоне. 9. Сейчас Елена артистки был также участник фабрики «Звезд 2» Алексей Семенов. И она абсолютно счастлива благодаря семье. С мужем она познакомилась в 2014 году. Дмитрий увидел Елену в клипе и влюбился. Позже приехал на один из концертов в Сочи, это было 14 февраля, и познакомился с Темниковой лично. И Елена также влюбилась в него в первые 10 минут общения. Через месяц было уже предложение руки и сердца, а потом и свадьба на Мальдивах. 10. Все, что было до замужества, Темникова считает опытом, хотя в карьере она была не настоящая. А сейчас, занявшись сольной карьерой, она стала собой и ей больше не нужно притворяться. Какой счастливой я была, когда в моей жизни закончилось серебро. А самое больше счастье, это рождение ребенка. Постепенно благодаря Диме изменилась моя жизнь. Раньше я была запуганная, боялась всего и всех. Дима помог мне вернуться к любимой профессии, начать сольную карьеру. С днем рождения, Елена. Творческих успехов и счастья в семейной жизни. Пи-эс. 19 апреля познакомимся ближе с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой исполнится 34 года.